А что если дочь надсмотрщика пойдет с нами? У меня есть план. В расход без разговоров. Ну почему в расход? Она нам сможет помочь? Попробуем, а? Эта отрицательная роль белогвардейского офицера стала первой в фильмографии актера, прославившегося впоследствии на всю страну не только драматическим талантом, но и владением приемами каратэ. 5 марта 1949 года родился Талгат Нигматуллин. Артист, мечтавший стать кинорежиссером, учившийся драматическому искусству Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, о режиссуре у Вита Аутаса Желакевичуса. Сегодня у нас в гостях сын Талгата Нигматуллина, актер, режиссер Саид Дашук Нигматуллин. Саид, здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Сегодня мы вспоминаем вашего замечательного отца, прекрасного актера, режиссера Талгата Нигматуллина. Мне кажется, даже по этим фотографиям видно, как вы на него похожи. Вам часто об этом говорят? Говорят часто. Иногда, ну, чаще, конечно, люди знают, что я сын Талгата Нигматуллина, подходит, говорит, как вы похожи. Но бывает, подходят и просто говорят, вы знаете, был такой актер, вы на него очень похожи. Правда. Я говорю, правда? Так я его сын, да. Да, я говорю, ну, как бы, да, неудивительно. А в детстве ощущалось это, что вы сын действительно популярного актера? Ну, скажем так, всю мою жизнь, наверное, пронизывает история моего отца, потому что я не устаю это повторять на всех интервью. Я поражаюсь тому, каким человеком был мой отец, потому что любое мимолетное знакомство с кем-то оставляло всегда в памяти какое-то очень бурное воспоминание. И ко мне люди приходили, говорили, я твоего отца видел буквально 15 минут, и дальше мне два часа рассказывают, какой он был прекрасный человек. Ух ты. То есть, и вот всю жизнь, начиная с детства, ко мне, я просто привык, что моего отца так воспринимают, и скорее... Ну, это актеры, режиссеры, водопартнеры по площадке. Нет, это вообще просто люди, совершенно никак не связанные с кином, искусством. Просто куда-то я приезжаю на какие-то творческие встречи, ко мне подходят обычные люди и рассказывают про то, что они когда-то были там на каком-то мероприятии, где участвовал мой отец, мельком, его издалека видели. Какая-то самая удивительная есть история такая, которую вам рассказали про отца? Мой отец очень дружил с Всеволодом Абдуловым, с Высоцким, и вот Всеволод Осимович как раз мне рассказывал много историй. Ну, не знаю, я эту историю уже рассказывал, которая очень хорошо характеризует моего отца. Он же был... имел черный пояс по карате, и очень был в хорошей форме всегда физической. И коротко расскажу. Это самая любимая моя история просто. Однажды они возвращались вместе с Высоцким и всел в Осимовичем то ли из ГИКа, то ли из общежития, но откуда-то. Ну, уже, в общем, было за полночь, они были в хорошем настроении, и к ним подошли, ну, такие хулиганы, назовем их так. Их было порядка там восьми человек. А отец только приехал из командировки, на нем была шикарная кожаная куртка и джинсы, когда еще джинс вообще в стране не было. Естественно, хулиганы приметили. Да, приметили, говорят, давайте нам куртку, там, часы, что есть. Как бы отец говорит, давайте, вот я вам куртку отдаю. Отдал куртку, отдал часы, все, и идите. Они у кого-то там еще заметили, что вот ты, говорят, вот ты тоже давай. И он не хотел давать, я не помню, кто уже. Отец говорит, отдай. Он отдал. Вот, они не отставали. И тогда, как рассказывает Силатой Степович, мы ничего не поняли. Прошло секунды три. Они все лежали, отец отряхивал свою куртку и говорил, пойдемте. Правда, что он русский учил, переписывая войну и мир? Ну, как знаете. Такая байка есть, я не знаю. Я столько раз ее слышал, и от мамы, и от родственников. Я думаю, что правда. Ну, как бы я не был свидетелем этого, но, как рассказывает моя мама, вообще, отец, он жил в очень бедной семье, когда был маленьким ребенком. Он страдал рахитом, он был очень некрасивый, неказистый. И вот был такой тоже случай, когда на танцах в школе ему отказала девочка. Он убежал в степь, проплакал всю ночь. После этого решил заняться спортом. И это привело его к тому, что он поступил в цирковое училище. Он себя создал с нуля. У него полностью изменилась фигура. У него прошли болезни. То есть человек, который... Вот, правда, целеустремленность. Он с самого начала создавал себя. Поэтому то, что он переписал войну и мир три раза, учитывая, что у него не было возможности учиться в школе, хотя мама его, моя бабушка, была учительницей в школе. Но почему-то там не было то ли денег, то ли школы не было. И вот он себя так воспитывал. Ваш отец занимался каратэ, когда... Ну, каратэ было не в почете, скажем так. Гонения были на каратистов в нашей стране. У него не было с этим проблем никогда? Ну, я не слышал, чтобы конкретно у него были какие-то с этим проблемы. Я знаю, что они вместе с Николаем Миременко занимались в тот период. Это недолгий период был, когда было каратэ под запретом. Потом его разрешили. И они уже занимались официально. И, кстати говоря, вот на днях я поеду в Душанбе уже во второй раз. Я вообще вырос в Душанбе. Потом переехал в Беларусь, потом в Москву. И в том году я ездил в Душанбе и познакомился с удивительным человеком. Его зовут Мирсаид, который воспитал 52 чемпиона мира по тэквондо. Ничего себе. То есть Душанбе знают во всем мире только потому, что они выиграют все эти чемпионаты по тэквондо. И я когда с ним познакомился, меня с ним познакомил близкий друг моего отца, сказал, что я с ним познакомился. И он мне рассказал, что он пришел вообще в спорт и в единоборство благодаря моему отцу. И благодаря отцу он вообще добился чего-то. То есть там была очень история, когда у отца была секция, и нужно было ее закрывать. И он своих учеников передавал другому мастеру. И он передал, он привел всех своих учеников, и мастер выбыл пятерых. И он сказал, вот этого возьми тоже. Показал на Мирсаида. Он сказал, он уже старый, он мне не нужен. Говорит, возьми. Он настоял, он его взял. И сейчас этот человек руководит федерацией тэквондо в Таджикистане. Воспитывает чемпионов. Воспитывает чемпионов. Они возвращаются. Приготовить вельбот? Не надо их торопить. Если они согласятся на наши условия, дадут сами знать. До сих пор мы о них ничего не знаем. А ведь у нас их женщины. Вас понял, мастер. Правда, что хотят или хотели снять продолжение операции 20 века? Об этом было много разговоров. Не совсем я понимаю и понимал тогда целесообразность этого. Но еще когда был жив Николай Еременко, он мне говорил о том, что он хотел бы снять продолжение. Плюс мне об этом говорили еще несколько человек. Но в итоге так это и не случилось. А может быть оно и к лучшему. Но у него там, у вашего отца, там отрицательная роль. И вообще у него много отрицательных ролей. У вас, кстати, тоже. Есть какое-то объяснение этому? Мне сложно придумать объяснение. Кроме того, что... Знаете, как Советский Союз. Все, кто русские, хорошие. Все, кто не русские, плохие. Ну, только, видимо, такое могло быть. Наши и не наши, да? Да, наши и не наши. Вот. Что касается... Ну, на самом деле, у отца очень много положительных ролей. Не только отрицательные роли. Вот. Но отрицательные роли актеру играть всегда интереснее. Они получаются ярче, выразительные. Острее. Поэтому, наверное, отец запомнился больше по отрицательным ролям. Ну, вот. Хотя, ну, не знаю, если брать те фильмы, которые на меня, наверное, произвели наибольшее впечатление. Ну, наверное, да. Пираты 20 века, потому что их очень часто показывают, я его знаю наизусть. Слушайте, ну, это культовый фильм. Культовый фильм, первый советский боевик. Да. Рекордсмер Советского Союза по сборам. То есть, как бы, по-моему, до сих пор никто не обошел. Но мне очень нравится, например, «Индеец Джо» и очень многие... Ну, это «Приключения Томаса Ореги» и «Кельберри Финна». Очень многие мои друзья говорят, что они боялись его очень в детстве. Они боялись этот фильм, потому что они боялись «Индеец Джо». Я его никогда не боялся, я не понимал, почему его боялись все, но его все боялись, да. Вы как-то для себя нашли какое-то объяснение, почему такой человек, как ваш отец, с таким характером, такой целеустремленный, правильный, очень целостный, попал вот в... Не знаю, как это даже назвать. В секту? В секту, да. Смотрите, я... Более того, если бы я жил в то время, я бы ввел бы себя точно так же, точно так же попал в эту секту. Именно потому, что у отца была очень сильная воля, очень сильный характер. Он в семье искал пути развития и нашел это в том числе вот в этой секте. Несмотря на то, что это, в принципе, была достаточно такая простая мошенническая схема. Но в то время люди, они были, скажем так, более доверчивые, более... Они верили людям. Ну и правильно же, тогда эти секты, они только-только появлялись. Еще не было таких знаний. Да, они только появлялись, и поэтому то, что отец в нее попал, я как бы ни в коем случае не могу в этом обвинять, потому что я не понимаю, как он мог в нее не попасть. Потому что он, человек, который ищет все новое, и почему он погиб, потому что он верил людям этим. В нем была настолько сильна эта вера в людей, что он до последнего верил, что все закончится хорошо и не сопротивлялся. Если бы у моего отца был, скажем так, не такой сильный характер, он бы уже давно, наверное, либо встал бы. Они же на суде тоже говорили, что если бы он встал, то все бы закончилось сразу же, мы бы все легли. Вот он пострадал, наверное, от того, что в нем была настолько сильна вот эта вера, и настолько он был принципиальным и сильным человеком, сильной личностью. Поэтому, как бы, если бы я был тогда в то же время, ну, хочется даже в это верить, что я бы повел себя так же. Ваши отца уже недовольно давно, но до сих пор, вы говорите, по-моему, раз в год, да, снимаются какие-то документальные... Каждый год я даю интервью, примерно в 3-5 проектов снимаются документальные фильмы о памяти отца на годовщину смерти. Вот 11 февраля недавно это было, на дни рождения. Я очень благодарен, что не забывают, что наши СМИ помнят об этом, поднимают каждый раз эту тему. Ну, потому что он был хорошим актером, но еще лучшим он был человеком. И мне кажется, таких людей просто нужно не забывать. Почему я сам не готовлю? Потому что огромное количество людей мне постоянно говорят о том, что они что-то хотят снять про отца. Вот. А я занимаюсь, у меня какой-то такой свой путь, я по нему иду, но... Я очень благодарен отцу за несколько вещей. Первое, за, конечно, гены, за характер, потому что я воспитываюсь по воспоминаниям о моем отце. Он для меня является неким эталоном, к которому я хочу стремиться. И надеюсь, что я его достоин. Вот. И, конечно же, за вот то окружение, которое меня окружает сейчас, и тот путь, который я выбрал, да, я тоже актер, я режиссер, наверное, все-таки это благодаря моим родителям. И маме моей, Хасанова Халима, и режиссер-документалисты, отец мой. И отчим у меня, он тоже, он погиб, ну, умер не так давно, он тоже был режиссером. То есть вот это все, оно меня окружает с детства, и как бы в этом я тоже считаю большая заслуга моего отца. Мы хотим вам сказать спасибо огромное, что вы пришли к нам в гости, помогли вспомнить вашего замечательного отца, замечательного актера, режиссера. Спасибо. Спасибо вам, что не забываете и приглашаете.